Ну и сейчас слово предоставляется самому главному подшипниковому эксперту Сарапова из Сарапольского района. Алексей, вам слово. Сарапольского района ты был четко. Ну ты и гей. Бал, Бал! Всем привет, друзья! Мастерская Сарапул Фижн Клама снова вещает для вас. Продолжается эпопея вот этим маленьким, но удаленьким снегоходом. Негласно мы прозвали его Руслан. Пошел процесс разборки. В первой части увидели, как мы его транспортировали, эвакуировали. Вот он постоял вчера в тепле, пацаны, целый день топили печь. Всё растаяло. Все зашевелилось, закрутилось. Ну и сегодня мы будем заниматься непосредственно разборкой. Сняла вот уже сиденье. Пока заднюю часть трогать не будем. Сейчас перейдем к переду. Снимем пластик. Руль. Разберемся с проводкой. Ну и дальше снова мы что-то поснимаем. Разобрали основной вилс пластик. Скинули все не нужно. Начали заниматься проводкой. И обнаружили вот такую классную, очень нужную штуку в данном, я думаю, продукте. Без которой этот съехот бы просто не мог существовать. Смотрите. Я сначала думаю, что это такое торчит? Какой-то хамут, что же он держит? Это сварочная проволока, которую даже не удосужились просто откусить. И сначала мы подумали, может не стоит, рама довольно-таки в хорошем состоянии, по крайней мере, по верхам. По низам, да, есть косяки, которые нужно исправлять и переваривать. Думали, может не будем полностью скидывать, но увидев вот это, скажу вам 100% разберем все до скелета. Разберемся с проводкой, будем снимать движок. Ну вот как-то так обстоят дела. Прошло буквально менее полчаса. Располовили мы его как Т-150. А гусянка отдельно, моторный отсек, передняя рама отдельно. Попутно закрадывается такой вопрос. А соберем ли мы все это дело обратно? Да, конечно, соберем общими усилиями таким количеством голов. Пацаны, у них свинец. Самое главное, друзья, что основная рама-то, она вполне в адекватном, хорошем состоянии. Самое главное нам добраться вот до этого дефектного места, которое довольно-таки очень сильно пострадало. Это все надо будет убрать и по-нормальному все переварить. Но чтобы это сделать, нам нужно будет убрать всю вот эту вот ведущую часть. Если хочешь что-то сделать, делай нормально. Хреново оно само получится. Ну, в принципе, все. Полностью мы все раскрутили, все ослабили. Сейчас будем уже, наверное, вынимать его целиком. Дошло до нас все-таки. С этой стороны посмотрели, оказывается, здесь никаких перемычек-то нет. Сейчас основной рычаг, который держит двигатель сверху, подвесной, скажем, его убираем. Двигатель аккуратно вынимаем сюда и начинаем варить раму. Мотор изъяли, раму полностью опустошили, но сначала про мотор. В целом, все с ним хорошо, нигде подтеков никакого масла не видно, все отлично, но перед тем, как будем мы его ставить, масло все равно мы в нем заменим. Дальше. Рама. Что касается рамы, начнем снизу. Отсутствует любая снега, грязь и защита. Вначале она присутствует, но мы, как видим, тоже уже еще немножко, и она бы отпала. Все эти клепки будем высверливать. Здесь же по новой все закроем, таким же листовым алюминием. На новой клепочке все посадим. Здесь надо все капитально будет зачищать. Нормально такое русское варево тоже все срежется и аккуратно все красиво аналогичной профтурбой усилится. В целом по раме все доводом. Есть один нюанс. Смотрим шурус. Он почти сухой. Это очень плохо. Смазан почему-то литовым. Первый подшипник вроде еще живой, но второй ему просто петля. Сепаратор вываливается пусками. Решили все-таки мы разобрать, чтобы визуально посмотреть состояние подшипника и чтобы вы все это увидели. В общем, мы видим здесь такую ситуацию. Сепаратор похоже был алюминиевый. Его весь разбомбило. Часть шариков уже похоже нет. На каме где-то они, наверное. Где-то на каме матушки. Слышно, нет? Вот. Подшипник, в общем, хана. Несмотря на то, что вроде смазка и здесь, но она уже деградировала. В общем, будем доставать подшипник. Ой! И искать аналогичных размеров и лечить эту болячку. А еще мы за одним промоем этот шрус. Напихаем туда новость маски и все будет хоккейно. В целом, картина становится немножко понятной. Сейчас самая главная задача это в первую очередь рама. Переварим, покрасим. Когда начнем сборку, уже будем производить основную дефектовку нужных нам гитарей. Что-то будет ставиться новое, где-то восстанавливаться старое. Ну а как все это будет происходить, вы увидите в третьей серии этой замечательной эпопеи под названием Восстановление Руслана. Ну а на этом все. Цель поставленную на сегодня мы выполнили. Раскидали его до винтика. Ну а чтобы не пропустить следующую серию, там есть где-то колокольчик. Вот жми на колокольчик. Ставьте лайки, чешите яйки. Погнали, давай-давай. Не нажимайте на колокольчик.